Гоблины в зале есть? Гоблины в зале есть? Гоблины есть? Тролли есть? Орки? Ну, мне надо выяснить, нам, хоббитам, что-то угрожает или нет. Если нет, то начинаем разговор. Я действительно начну свой разговор с замечательной книги Толкина «Властелин колец». В этой книге обращает на себя внимание то, что люди в ней не молятся, персонажи в этой книге не молятся, и там нет храмов. Если кто из вас читал Сильвариллион, книгу, где содержится предыстория, средиземноморья, средиземья, то там есть остров Нуменор, где строится храм. Но Бог сокрушает этот храм, рушит его. В Сильвариллионе Бог называется определенным именем Илуватар. В «Властелине колец» его нет, и это имя там не упоминается. Но именно Илуватар – это главное действующее лицо всего романа, всех трех частей. Вот это очень странная композиция книги, главный герой никогда не появляется на сцене, главный герой никогда не называется. Но это Илуватар, или, скажем, на более понятном нашем языке, промысел Божий. Может быть, вы знаете, у христиан есть символ веры, веру в единого Бога Отца и так далее. И в этом символе веры христиане говорят верою, хоть в Бога, Творца, Неба и Земли. Слово «творец» в греческом оригинале Слово «творец» в греческом оригинале символа веры – это слово, хорошо вам всем знакомое – поэт. Поэт – это творец. Дело поэта – создавать стихи, слагать стихи. Именно слагать. Поэт не выдумывает новых слов. Он берет имеющиеся слова и их складывает в определенном порядке. Вот так и «творец мира» берет стихии, в древнегреческой философии четыре стихии – вода, воздух, земля, огонь, и из них сплетает сложный узор нашего космоса. Но вот что интересно. Если Бог по отношению к миру – это поэт, значит, отношение Бога и мира подобно отношениям писателя, поэта и книги. Вот что означает? Скажите, автор книги свободен от самого сюжета книги? Автор книги может менять сюжет романа, который он пишет? Наверное, может. Вот вы не свободны от тех курсовых сочинений и работ, которые вы пишете, потому что вы нифига не поэты. И вы не можете придумать новые законы Ньютона или изменить коэффициенты сжатия, теплопроводности и так далее. Вы не поэты, на вас наложены жесткие ограничения. Но поэт, он гораздо более пластичен. Он может заставить Татьяну разлюбить Евгений Онегин или наоборот. Поэт свободен. И вот если отношение Бога и мира – это отношение поэта и поэмы, то, значит, Бог поэт, поэт, скажите, поэт прячется под обложкой к книге? Где он прячется? Между шестой и десятой страницей или где-то в другом месте? Так вот, поэт – это не часть написанной им книги. Поэт свободен от этой книги. Но поэтому, пока он эту книгу пишет, он может все переменить в ней. И вот в христианском понимании или в понимании мусульман точно так же, Бог, который не является частью космоса, он может менять порядок событий в космосе. Даже иногда может отменять действия тех или иных законов космоса. И тогда происходит то, что религиозные люди называют чудо. И вот это называется промысел Божий. Вот главный герой Бластелина Колец – это промысел Илуватара, замысел Творца этого мироздания. В «Сельмариллионе» удивительно описывается, как пение Творца создает этот мир. Друг Толкина Клайв Льюис, когда писал под влиянием «Властелина Колец» хроники на армии, он тоже это описал, как пение Аслана создает на армию. Аналогичный сюжет у него. Вот смотрите, давайте начнем с финала. Есть замечательные слова Карла Маркса. «Анатомия человека – это ключ к анатомии обезьяны». Если ты хочешь понять логику какого-то развивающегося исторического процесса, возьми финал, и будет понятно, что же именно привело к нему, что дорастало, что нарастало. Финал «Властелина Колец». Какие отношения у Фродо и Кольца Всевластия? Кто может рассказать? Кто кого победил? Фродо победил Кольцо Всевластия? «Ну да, я простужен, это не повод для смеха». По-моему, все наоборот. Кольцо Всевластия, напоминаю, оно истирает душу того, кто владеет этим кольцом. Чем чаще человек пользуется магией Кольца Всевластия, тем меньше свободы остается у этого человека. Вы прекрасно это знаете по себе. Представьте себе, что вот ребенок впервые в жизни соврал. И ему это сошло с рук. Второй раз врать ему уже легче. А потом он врет, как дышит. Как поговорка народная говорит, повадилось ведро поводу ходить, там ему и пропасть. Или коготок увяз все птички пропасть. А на церковном языке это называется слово «страсть». Когда один тот же грех повторяется вновь и вновь, и в итоге уничтожает свободу человека. Был такой другой замечательный английский писатель, Толкин тоже англичанин, Чарльз Диккенс, но Диккенс жил на 100 лет раньше, в 19 веке. И у Диккенса есть роман, называется «Записки пиквистового клуба». Там есть такой эпизод, очень понятный железнодорожникам. Мистер Пиквик куда-то торопится по своим делам и берет такси. Такси в Лондоне 19-го столетия называлось «кэб». Это конно-запряжная повозка, карета. И вот мистер Пиквик, он человек такого православного телосложения, как я, и сгромождается он в этот кэб, и вдруг обнаруживает несуразность ситуации, в которой он оказался. Мистер Пиквик толстяк, кэбман-извозчик тоже, сама повозка тяжелая, массивная, а кляча дохлая притоще. Эпистер Пиквик спрашивает кэбмана, «Милейший, а эта кляча, она повезет в такую тяжесть, или как?» На что кэбман отвечает, «Не извольте беспокоиться, сэр. Главное заставить сделать ее первый шаг. После этого кэб набирает скорость, и кляча убегает, чтобы кэб ее не задавил». Вот так очень часто в нашей жизни, когда у меня иллюзия, что это я владею мою жизнью, я определяю мое поведение, мои реакции, а на самом деле все не так. На самом деле мои уже сформировавшиеся привычки, хотелки, мечтания и так далее, страсти, они определяют мою реакцию, мое поведение и так далее. И вот кольцо всевластия, чем чаще к нему обращаешься, тем больше оно пожирает твою свободу. И вот финальная сцена. Фродо должен бросить кольцо всевласти в кипящую лаву, уничтожить его. И что происходит? Бросает или нет? Фродо бросает кольцо? Нет. Он надевает его на пальцы. Кольцо побеждает Фродо. Прелесть моя. Вот она. Фродо не может расстаться с ним. В письмах, письма это не роман, но Толкин пишет письма с пояснениями романа, переводчикам советует и так далее, журналистам, друзьям. И в своих письмах Толкин пишет «Фродо пау». Это типично церковное выражение, грехопадение, да, вот Фродо пау. Он не выдержал состязания с этой демонической силой, заключенной в кольце всевласти. Но тут происходит следующее. Вдруг горлом появляется на сцене. И начинает драться с Фродо за это кольцо. Горлом мерзавец. И он тоже не хочет уничтожить кольцо всевластия. Он хочет стать его владельцем. Но в азарте драки он откусывает палец Фродо. Палец с кольцом, и это кольцо соскальзывает в бездну. Из схватки двух зол родилось добро для остального мира. Вот это некое... То, что Гегель называл хитрость мирового духа, хитрость истории. Христиане это называют или мусульмане промысел Божий. А заметьте, за несколько страниц до этого как друга Фродо, как звали, Сэм, да, вот Сэм, троица, Сэм, Горлом и Фродо идут к этой вот башне черного властелина. Горлом очередную подлость делает. И Фродо хочет его убить. Они дерутся. И вдруг в последнюю минуту Фродо останавливается, оставляет Горломов живых. Сэм недоумевает, почему ты его не прибил? И Фродо отвечает очень интересно. Не знаю. Но я чувствую, что ему еще предстоит сыграть какую-то роль в нашей истории. Вот это означает, что для Толкина это с самого начала было ясно, как писателя, как поэта, ему было ясно, куда приведет развитие событий, зачем Горлом нужен в этом сюжете. Насчет поэта, свободен. Более того, из писем Толкина мы видим следующее. Если здесь есть толкинисты, может быть, вы мне подскажете, когда именно уничтожается Кольцо Всевластия? Какого числа? В фильме этого нет. Это надо книгу читать. Это 25 марта. И это очень значимо. Дело в том, что 25 марта по христианскому календарю и у католиков, и у православных это день Благовещения. День Благовещения – это день, ну, если говорить совсем на простом языке, день зачатия Иисуса Христа. В Деве Марии начинает вот сформироваться человечек, который через 9 месяцев, 25 декабря, выйдет на свет и получит имя Иисус. То есть это самая заря, первая заря Нового Завета, того, что называется Новый Завет, жизнь Христа. Начинается она вот в эту минуту. Но рядом с этой датой бывает Пасха. Вы знаете, православная Пасха, она так скользит. То в марте, то в апреле, бывает даже в начале мая. Но иногда Пасха приходится именно на 25 марта или на 7 апреля по новому стилю. Тогда она называется Кирио Пасха, Господня Пасха. Два праздника в одном. Это очень сложная система подсчета дат. И когда-то англичане сказали, у нас голова от этого болит. Это слишком сложно. И решили по-простому, по-варварски. Давайте Пасху всегда праздновать 25 марта. И вот в V веке был спор между англичанами и Папой Римским по поводу празднования Пасхи. Толкиен, он историк. И он чрезвычайно интересуется вот тем периодом в истории Англии. Время христианизации Англии, борьбы там пиктов, саксов, бритов, франков и так далее. Вот тот период. И поэтому Толкиен это знал. И он знал, что 25 марта в раннесредневековой английской истории это не только День Благовещения, но и День Пасхи. И вот именно в этот день Толкиен уничтожает Кольцо Всевластия. В письмах Толкиен пишет, когда я понял, что Кольцо Всевластия будет уничтожено 25 марта, я должен был переписать весь роман. Потому что в романе разные группы персонажей идут разными маршрутами. Отмечаются фазы Луны. Время суток. И вот нужно было, чтобы все было согласовано. То есть он заново переписал весь роман. Кстати, напомню, что роман он пишет, а главы посылает своему сыну. Сын его это уже далеко не мальчик в это время. Его сын в это время военный летчик, который воюет с Гитлером. И вот ему на фронт, в эскадрилью, Толкин посылает главы того романа, который он пишет. Начало Нового Завета. Это финал этого романа. А вспомните последние строчки романа. Эпоха эльфов кончилась. Подошла к закату. Начинается эра людей. И вот тут появляется интересная вещь. Вновь поставим вопрос. А почему же персонажи этого романа не молятся Богу? Ведь Толкин очень религиозный человек. Поищите в интернете, скажем, замечательный маленький рассказ Толкина «Лист Нигла». Это такие как бы описания посмертных приключений души. Чрезвычайно интересный рассказ. Толкин католик. А вы знаете, быть в Англии католиком это тяжело. Потому что Англия это протестантская страна. И католик это член меньшинства. И Толкин никогда не забывал, как преследовали его одноклассники в школьные годы за то, что он был верен в вере своей матери. Обзывали, травили и так далее. То есть для него это выстраданная его католическая вера. И так он сам очень религиозный человек. И тем не менее, у Романи не молится. И Толкин объяснил это так. Дело в том, что человек не может найти Бога. Истинного Бога человек найти не может. Бог непостижим. Поэтому встретиться с Богом можно только в результате откровения. Слово откровения наверняка вы все слышали. У мусульман, скажем, есть такое понятие люди книги или люди-откровения. Это мусульмане, христиане, иудеи с точки зрения ислама. Я пробовал объяснить вам слово откровения с помощью одного замечательного богослова, чье имя, к сожалению, сегодня забыто. Этого богослова звали Винни-Пух. Однажды Пятачок попросил Винни-Пуха сочинить вопилку по поводу новоселья, ослика, иа, иа. На что Винни-Пух ответствовал так. Он сказал, видишь ли, Пятачок, поэзия это не такая вещь, которую ты идешь и находишь, а это такая вещь, которая находит на тебя. И поэтому единственное, что мы можем сделать, это пойти и встать в такое место, где тебя могут найти. Это точная формула откровения. Там, где что-то находит меня и находит на меня. Ребята, вы переживали откровение? Наверняка. Давайте перечислим виды откровения. Откровение не обязательно религиозная вещь. Бывает откровение эстетическое. Скажем, вдруг человек переживает красоту какого-то места. Вот вроде бы сто раз проходил по этому месту, бывал и был равнодушен. и вдруг однажды осмотрелся и подумал, господи, как же это удивительно. Какое величие, такая красота, какой покой здесь и так далее. Бывает откровение смысла, красоты художественной. Скажем, много раз в школе проходил, читал стихотворение и не, как это вы называете, не торкнуло, не было замыкания смыслового. А вдруг однажды не на уроке, не готовясь к зачету, а просто открылась страничка в книжке, почти случайно, прочитал и вдруг понял, это про меня. Как же это точно сказано? Как этот сволочь Пушкин угадал, а? Вот именно мои чувства в этот день, потрясающие, как ему удалось? Ведь действительно сукин сын, а? Это самая характеристика Пушкина, поэтому я цитирую. Айды Пушкин, айды сукин сын. Это он не в веке своем пишет. То же самое с музыкой. Представляете, некий студент Красноярского железнодорожного института решил произвести хорошее впечатление на студентку Красноярского университета и решил пригласить его на концерт в Краевую филармонию. Есть такое? Есть. И он готовился, туфли почистил, вместо джинсов брюки надел. В филармонии все по правилам, программку купили, бинокль, не пожалел денег, взял. В перерыве в буфет сходил, пирожное для девушки купил. Честно, три часа скучал в зале и так и не понял, чего они там лобали. А через два месяца этот же студент по радио случайно услышит запись этого концерта. И вдруг его сердце проснется и скажет, какая гениальная музыка. Как это удивительно. Вот есть вещи непредсказуемые, они от нас не зависят. Можно настроить себя на переживания и получить шиш. А может наоборот, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. На более высоком уровне есть откровение совести. Когда вроде бы пацаны тебя уже все уговорили и все аргументы за. А какая-то вот этот червячок совестный говорит, ну не могу. Пацаны, вы правы. Вот по всем расчетам ваш совет замечательный. План вот такой взять банк. Прекрасный план, бизнес-план составили, все хорошо. А вот вдруг вот проснулась эта старуха не вовремя, совесть называется. Мучает, говорить нельзя. Вот интуиция совестная вторгается, навязывает тебя как откровение. А есть откровение другого человека. Когда другая душа тебе открывается. И это тоже нельзя спрогнозировать. Когда вдруг придет эта минута открытости, искренности, взаимного понимания. Как писал Тютчев, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. И нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Бывает откровение любви. Внезапно она приходит. И также бывают откровение религиозное. Когда вдруг небо открывает свою правду, свое присутствие, бытие. Был великий русский писатель Лев Николаевич Толстой. Он был великий писатель, но очень поверхностный философ. И вот однажды в своей исповеди, книга у него называется «Исповедь», поэтому я не подслушивал его исповеди священникам, но книгу он написал, ее я читал. Лев Николаевич рассказывает, почему он решил и как порвать с православной церковью. И он пишет так. Я уже на уровне философии понял, попы все врут, их догма-то неправда. Но я решил проверить на себе. Был великий пост, весна. Я решил попаститься, поговеть. Я честно постился, в храм заходил, но я так никакой пресловутой благодати так и не пережил, и я понял все это ложь. Когда я такой фрагмент прочитал у Льва Николаевича, я просто обомлел. Понимаете, это дневник 14-летнего подростка. Вот это дневник подростка, 14 лет. Я уже большой, у меня вчера была первая полюция, пора полюбить девочку. Я решил, буду ухаживать за Машкой из соседнего класса. Следующий запись через неделю. Я честно по инструкции ухаживал за Машкой. Из школы до дома провожал 4 раза, в кино водил 2 раза, мороженое покупал 6 раз, пробовал целовать 5 раз, по морде получил 8. Вывод. Нет правды на земле, но нет ее и выше. Любовь это выдумки, ухожу в монастырь. Жениться не буду никогда. Вот так же и здесь. Нельзя понуждать другого человека к любви. Но точно так же нельзя насильничать небо и понуждать его, чтобы оно вдруг открылось, пришло к тебе и так далее. Так вот, Толкин убежден, что человек Бога найти не может, но Бог может найти человека. И вот то, как Бог ищет человека, называется откровением. И начинается оно в библейской истории, в мире еще Ветхого Завета. Библейская история это история человечества. А в мире Толкина человечество еще не вышло на сцену. Эпоха людей не началась. И поэтому Толкин в письмах поясняет. Это эпоха до Библии, до откровения. И поэтому истинного Бога мои эльфы и хоббиты знать не могут. А если они не знают истинного Бога? Но при этом если они молятся кому-то, то значит они молятся миражу, значит тогда они кто? Язычники? И Толкин пишет я слишком люблю моих хоббитов и эльфов, чтобы заставить их быть язычниками. И поэтому они у меня просто молчат. Есть одно важное исключение. Помните когда войска черного властелина штурмуют Гондор и по ходу дела наместник Гондора считает, что он потерял своего старшего сына. И он желает сжечь останки своего сына в погребальном костре. И когда уже все готово и он готов зажечь этот погребальный костер, в башню где происходит это дело врывается Гэндальф с криком остановись так поступают только языческие короли. Это очень интересное слово. То слово которое употребил Толкин в этой реплике Гэндальфа это слово очень ругательное. Потому что можно сказать слово язычник нейтрально в смысле политоист представитель архаичных верований. А можно сказать слово язычник ругательный поганый скажем в русском языке поганый. Так вот Толкин употребляет в английском оригинале именно такое слово. Это слово которым христианские проповедники английского садовиковья ругались в адрес языческих жрецов. Это означает что для Гэндальфа и для Толкина Гэндальф несомненно такой положительный персонаж у Толкина носитель авторской позиции. Значит для него язычество это неприемлемая вещь. Итак язычество там где Бог еще не начал открывать себя язычество от слова язык а по славянски язык означает народ то есть язычество это народничество это вера которую люди сами создают себе по размеру как им удобно это не то что небо открывает им и навязывает а люди сами для себя придумывают такую религию и вот Толкин считает что он не может позволить своим положительным персонажем быть язычниками и поэтому Бог к ним еще не пришел но и они поэтому о религии молчат вот по этой причине в Василине колец храмы не строят ни эльфы у них где-то там вдали есть святилище эру в Сельмарине у него упоминается но не более того ни хоббиты ни люди никто храмов не строит время ожидания придет эпоха людей очень интересно эльфы к людям относятся если вы внимательно читали в Василин колец Толкин предлагает разные варианты посмертной судьбы своих существ скажем у гномов есть реинкарнация они превоплощались эльфы живут долго но они не бессмертны они живут столько сколько живет их мир и вместе с этим миром они умирают а однажды один эльф говорит другому у Илуватара какой-то свой замысел о людях мы не знаем какой люди живут безобразно мало эльфы тысячи лет живут а люди очень мало живут но эльф говорит Илуватар предуготовил для людей что-то удивительно прекрасное но мы не знаем что то есть какое-то посмертное будущее но они не знают какое теперь я хотел бы поговорить о книге которая наверное вам более знакома что вам более знакомо чем Властелин колец Гарри Поттер хорошо вот это простите ниже Плинтуса у меня большой живот мне тяжело туда нагибаться под плинтус заглядываться поэтому Донцова не считала а Гарри Поттер это серьезная литература скажите Гарри Поттер молился когда-нибудь или нет только один раз если верить книжке это была самая страшная минута его жизни можете вспомнить какая самая страшная минута в жизни Гарри Поттера это была минута воскрешения Волан-де-Морт это конец четвертого тома Гарри Поттера кубок огня Гарри Поттер один его друг уже мертв на него на Гарри Поттера наведено заклятие обездвиженности волшебная палочка выбита у него из рук он ничего не может делать и кладовать тоже не может без волшебной палочки и в это время он окружен пожирателями смерти а Волан-де-Морт заваривает зелье какую-то чашу купель купель в которой он обретет плоть из черного признака станет вновь полноценным человеком для этого нужна кровь самого Гарри Поттера и нужен палец кто там его слуга был с крысиной морды какой-то такой да вот-вот-вот и вот когда вот варится это зелье и Волан-де-Морт залазит туда вот в эту минуту Гарри Поттер молится ну хоть бы он утонул молил Гарри Поттер это очень интересный эпизод в религиоведении с 19 века с времен Тейлора считается что именно вот здесь проходит граница между религией и магией религиозный человек молит колдун приказывает мааге колдовство это мир приказов заговор и молитва молитва это делание религиозного человека религиозный человек обращается к тому кого он считает выше себя мусульманин не может приказывать Всевышнему он может просить христианин не может приказывать Богу может просить. А колдун приказывает, встань передо мной, как лист перед травой, повернись к лесу задом, ко мне передом и так далее. Вот мир Хогвартса, это мир колдовства, там все приказывают. Бухом природы, еще кому-нибудь, стихием. Но вот в эту минуту Гарри Поттер молит. Вы подумайте, кому он молит? Кому может молиться Гарри Поттер? Скажите, а какие каникулы в Хогвартсе есть? Летние, понятно, а зимой каникулы есть там? Они называются зимние. Рождественские. Значит, Рождество и Пасха отмечаются в мире Гарри Поттера. Скажите, пожалуйста, у Гарри Поттера был крестный отец? А сам Гарри Поттер, не знаете, никого не крестил? Сказки этого нет, но Роулинг, когда давала интервью по окончании седьмого тома, она сказала, что Гарри сам станет крестным отцом одного там мальчика, чей отец погиб в последней схватке. Значит, Гарри сам крещен и крестит детишек. Значит, скажите, а если волшебник заболел в больницу, какую отправляют его? А как называется эта больница? Нет. Больница Святого Мунга. Больница Святого Мунга. То есть, само такое название показывает, что название этой больницы создано по матрице, по лекалу христианской культуры и традиции. Так что это, хотя мир очень странный, мир волшебников и колдунов, но все-таки это мир, который знает о Христе, о Боге и по-своему его чтит. Это, вы знаете, вообще интересная подробность английской литературы, фэнтези. Русская литература, она более регристична, более строга. У нас уж Баба-Яга, так Баба-Яга. И с ней в добрых отношениях нельзя быть. А в английской литературе какое-то более доброе отношение к сказочной нечисти. Например, есть замечательная книжка Клифферда Саймака, называется «Братство талисмана». В этой совершенно замечательной повести сюжет такой. На землю вторгаются, как вы думаете, кто? Хуже, чем инопланетяне. Кто? Ладно, придется мне рассказать вам анекдот. Представьте себе, православный миссионер выступает в университете и по ходу своего рассказа миссионер доходит до той минуты, когда он должен употребить неприличное слово. Простите, господин ректор. Беса он должен назвать. И миссионер понимает, что если он скажет что-то всерьез про бесов, про чертей, в образованной аудитории поднимется такой гвалт. Мы думали, вы интеллигентный человек, а вы нам про бесов. Это мракобесие, сродневековье, инквизицию. Миссионер это понимает. И поэтому он решает сказать то, что ему нужно, но на жаргоне своей высокоинтеллектуальной публики. И посему этот миссионер изъясняется так. Он говорит, вы представляете, в эту минуту к человеку обращается мировое, трансцендентальное, тоталитарно персонализированное, космическое, но уминальное зло. Тут бес высовывается из-под кафестра и говорит, как ты меня назвал, я не расслышал. Так вот, в повести Клиффорда Сайнека бесы вторгаются на землю. Это называется орда. Такое неполиткорректное слово орда. Вторгается на землю и уничтожает культуру на своем пути. Прежде всего уничтожаются евангельские книги. Происходит это в 12 веке вторжение. А в повести Сайнека на календаре 20 век, но, увы, после вторжения орды в Европу исторический прогресс остановился. В мире, в котором были уничтожены все Евангелия, развитие остановилось. И поэтому, хотя на дворе 20 век, но по-прежнему рыцари, замки средневековые и так далее. И вот при ремонте одного из английских замков обнаруживается шкатулка. А в шкатулке старый-старый пергамент. И епископ предполагает, что вот в этом пергаменте, который написан на неизвестном никому языке старом, никто уже не может читать на этом старом языке, может быть, это и есть то самое Евангелие, главная, но забытая книга христиан. И он подзывает молодого рыцаря и говорит, вот тебе эта шкатулка, езжай в Оксфорд. Там есть в Оксфорде старый-старый ученый монах. Он последний человек на земле, который знает этот древний язык. Пусть прочитает этот пергамент и скажет, что это такое. И юный рыцарь отправляется в путь. В пути встречает колдунью. И эта колдунья дарит ему, узнав о цели его путешествия, дарит какой-то амулет, талисман. Рыцарь потрясен. Говорит, как, подожди. Ты же понимаешь, я христианин. Я по заданию епископа еду в монастырь в Оксфорд. А ты колдунья, ты должна нас, христиан, ненавидеть. И ты даешь мне этот талисман для защиты? Колдунья говорит, ой, это правда. Если бы ты знал, как я ненавижу вас, христиан, и вашу церковь. Это правда. Но ты понимаешь, эти бесы, это еще хуже. И поэтому в этом я на вашей стороне. И вот отряд нечисти, в том числе эльфы, собираются у этого рыцаря, едут вперед. Орда преграждает им путь. Начинается решающая битва. Увы, рыцарь проигрывает. И его банда с эльфами и колдуньями проигрывает эту битву. Меч выбит из рук рыцаря. Пришла последняя минута. Он в решимости с талисман берет ведьмин и бросает в беса. Бесу хоть бы хны. Рыцарь понимает все. Пришла последняя минута его жизни. И тогда вдруг, повиняюсь какой-то интуиции, он из-за пазухи достает пергамент. И орда исчезает. Рыцарь приезжает в Оксфорд. И тут его ждет разочарование. Тот старый, ученый монах, который знал этот древнегреческий язык, помер. И больше никто на свете не может сказать, что же это за пергамент. Что в нем написано. Но оказывается, это уже не нужно. Этот пергамент сам доказал, что это и есть истинная Евангелие, и бесы его боятся. Вот такой интересный сюжет. И вот в английской литературе это было в порядке вещей. У нас с вами, я понимаю, не литературный институт. Поэтому, ребятки, у меня к вам один совет будет конкретный. Весна пришла. Соответствующие обострения, приключения, желания. Все понимаю. Но у меня к вам совет. Тогда вы будете знакомиться с некой совершенно замечательной девушкой и строить совместные планы на грядущую жизнь или хотя бы на летние каникулы. Минуту ласки, романтических прогулок под луною, слушаний концертов мартовских кошек. Как-нибудь так, в минуту расслабона, спросите вашу романтическую возлюбленную. Милая, а ты меня случайно не заказывала? Не в смысле киллером, а я насчет приворота. Вот вы знаете, у меня часто бывает так, что прихожу в какой-нибудь университет, и студенты смотрят на меня сверху вниз. Ты, дескать, толстый, лохматый поп, а мы студенты, прогрессивная молодежь, не то, что эти чернорясы и сволочи необразованные. Да. И говорят мне, даже в лицо говорят, мы люди научных традиций, нам ваши поповские бредни по, ну, что-то там, до колена не достают. Да. И я тогда таких вот горячих сторонников научного мировоззрения спрашиваю, девочки, «А сколько стоит любовный приворот в вашем городе?» И вы знаете, что удивительно? Мне всегда отвечают с точностью до рубля. То есть вот самая научная аудитория, самые продвинутые студентки, но в приворотах разбирались. Это на попов им плевать, а насчет поколдовать всегда пожалуйста. Поэтому, ребята, у меня для вас пренеприятнейшее известие. Вы вступили в тот возраст, когда за вами девушки начинают охотиться. Для этого у них есть, особенно в вашем коллективе, где мужиков много, девочек мало, да, тем более они так с разбором, с разбором относятся, да. Вот. Для этого у девочек есть разные средства. Боевой раскрас самки, выходящие на тропу, охота на самцов. Это раз. Хорошая характеристика из деканата. это два. Зачетка отличница, соответственно, это три. Но и приворот, не забывайте. Чем опасны привороты? Приворот опасен. Магия опасна тем, что это бесчеловечное обращение с человеком. «Если я пробую воздействовать на сердце и судьбу другого человека помимо самого человека этого, мимо его согласия, то значит, я на самом деле не ценю этого другого человека. Я ни в грош не ставлю его свободу. И тогда какая же тут любовь-то? тогда для любви здесь места нет. А если имеет место эксплуатация, а не любовь, тогда это не всерьез. Вот в этом смысле я и прошу вас принимать во внимание это обстоятельство. есть ли в мире вашей девушки магия или нет? Знаете, лет шесть назад шел я по улицам замечательного города, который зовется Бухара. Это в Узбекистане. Иду я по этому городу и вдруг вижу в толпе идет мальчик лет 14. И явно русский мальчик и при этом опять же явно местный житель. Не турист, а местный житель. Для Бухары это редкость. В основном русская община в Ташкент приехала вся, в Бухаре мало русских осталось. Был май, пасхальные дни. И когда мы с этим мальчиком поравнялись, я не смог смолчать и говорю ему, братишка, Христос воскресе. Парень опешил. Слова для него незнакомые, но мальчик хорошо воспитан, и он решил, что все-таки что-то доброе ему сказали, и поэтому по-доброму надо ответить. Поэтому после легкой заминки парень сказал, и вам того же. Вот вы знаете, более христианского пожелания я в жизни не встречал. Это и есть самая главная мечта христианина. В 4 веке был такой святой Григорий Богослов. И он однажды написал так, Господи, в Евангелии рассказывается, что Христос в дни своей земной жизни воскресил трех человек. И Григорий Богослов пишет, Господи, ты трех человек воскресил, можно я буду четвертым? Это и есть главная мечта христианина. То есть Пасха это не повод для выпивки, Пасха это не радость, что наконец-то можно изменить режим своего питания, хотя это тоже кажется приятным и хорошо, но все-таки в Пасхе человек видит свою предельную надежду. Я хочу, чтобы то, что произошло со Христом, произошло со мною, что смерть не поглотит меня, что моя жизнь кончится не тем, что я стану место размножения могильных червей. Если нет Пасхи, то тогда моя жизнь ну что такое моя жизнь? Тогда человек это просто покойник в отпуске. Меня не было 14 миллиардов лет, из черного небытия меня выпустили на побывку на 76 лет, а потом снова стерли ластиком раз и навсегда. Человек покойник в отпуске. Вот я не хочу этого. Помните князь Балконский в войне и мире Льва Толстого, уже умирающий князь Балконский, смотрит на дуб и размышляет. Вот я умру, этот дуб рос до моего появления на свет. Он будет после. Почему? Почему этот дуб прочнее меня в жизни? Слушайте, физики, техники, скажите мне, почему у вас есть закон сохранения вещества? Какие еще законы сохранения у вас есть? энергии, инерции, фиг знает чего еще. А почему закон сохранения личности наша Вселенная не придумала? Вот с этим не может согласиться сознание религиозного человека. Почему электрон долговечнее человека? И отсюда этот бунт. Помните пушкинское нет, весь я не умру. Вот поэтому Пасха так дорога для христианского сердца. А кстати, вопросы вы можете голосом озвучивать, не обязательно писать. Какой грех тяжелее уныние или обжорство? Дорогие. Есть замечательные слова другого великого английского писателя, старшего современника Толкиена Гилберта Честертона. Тоже католик, тоже англичан. Невероятно остроумный человек. И Честертон, он сам толстый человек. Он говорил, что когда его спрашивали, а в Англии культ спорта, там все помешаны на спорте. И когда Честертона журналисты спрашивают, скажите, пожалуйста, какое ваше отношение к спорту, Честертон меня в спорте можно использовать только одним путем. Если меня положить на ипподроби, то мой живот может быть препятствием для скачущих лошадей. Так вот, Честертон однажды заметил, только в одном я не согласен с древними святыми. Древние святые монахи говорили, что человек идет к святости худея. Мы тоже не буду с ними спорить, скажу только одно. Худые монахи может быть и святы, зато толстые монахи смиренны. Уныние худший грех, даже может быть хуже, чем убийство. Не то, что обжорство. По той причине, что уныние парализует человека. ты уже не можешь покаяться, не можешь стать другим. Уныние это паралич. И поэтому конец. Вот поэтому в точке христианства это самое страшное состояние человека. давайте пока там пишут записки. А писать записки это очень рискованное занятие, потому что может выявить уровень вашей грамотности. Поэтому давайте лучше к устной речи перейдем. я понимаю. Вы хотите спросить, почему попы такие толстые? Ответ очевиден, дорогие мои. Попы такие толстые, потому что бедные. На фитнес-клубы денег у нас не хватает. Так, юный скинхет, ваше слово. Вы верите в что сейчас в этом зале? Что сейчас что в этом зале? Запросто. А переписи населения последние. У нас несколько десятков тысяч этих самых. Иногда да, подходит, беседует. Ну я поэтому и спросил. Нет, нет, ну во-первых, хоббиты опознаются по волосатым ногам. Я же не вижу ваши ноги, да? Отличительный признак эльфов острые ушки. У многих из вас уши прикрыты волосами. Поэтому тоже я не все вижу. Поэтому мне остается только поверить вам на слово. Я поэтому и спросил. Что-что? Орки. Орков в современном мире легко узнать по повышенному потреблению ботокса. Ботокса. Но потому что орков харить отвратительные и чтобы это скрыть приходится им бедняжкам закачивать много ботокса. Ботокса, ботокса, да. Пожалуйста. теперь вы понимаете, какой идиот этот Маслюченко? Маслюченко? КВН, конечно. Как эта передача без меня обходится, я вообще не понимаю. Кто еще храбрый? Ребята, у меня для вас пренеприятнейшее известие. Если у вас не будет вопросов, наша встреча кончится, и у вас снова начнется урок физики. Вопрос в том, почему, если в Библии говорится, что в магии есть и есть смерть, вы, как священного зрителя, позволяете говорить о коммерческом системе? Я не раз слышал еще раз, что в Библии сказано, что в Библии сказано, что в Библии сказано, что в магии есть и есть смерть. Вопрос в том, вы, дорогие, не будете чечить. Я считаю, что это все грехи, если вы можете прийти к вопросу с этим словом. Вы сказали, что через чеченство, это народ, как то, что у многих народов, но если мы пропасали, то же слово, чтобы было то, чем мы действительно пропасали и сам. Мое личное отношение к магии вполне библейское и отрицательное. Как вы понимаете, я с самого начала различал, где религия, где магия. Второе. При этом, язычество действительно, например, магизма. То есть и язычник может молиться, может просить. Но в язычестве, конечно же, огромную роль играет магизм. Что касается православия. Здесь надо различать. То, что есть в жизни людей, считающихся православными, и то, чему учит церковь. Понятное дело, что в жизни людей, считающихся христианами, может встретиться все, что угодно. И алкоголизм, и преступления, и матерная ругань, и магия, и так далее. Может встретиться. Но это не означает, что церковь учит этим вещам. Так же и здесь. Ясное дело, что в течение нескольких столетий на Руси был феномен, после крещения Руси, был феномен двоеверия. Когда человек, скажем, по воскресеньям идет в храм, а потом где-нибудь на Ивана Купалу, каким-нибудь идет к скомарохам, или тайным волхвам, и у них что-то там, какие-то заговоры творит, и так далее, шептуны, и так далее, колдует и прочее. Но это не есть то, чему учила церковь. Церковь этому всегда противостояла. Если может кому-то казаться, что православные обряды, связанные с магией, то это не так. Православные обряды и таинства, и молитвы к магии не имеют отношения, потому что это именно молитва. Мы просим Бога. Господи, освети эту воду, помоги этому человеку, помоги нам. И здесь никакой магии нет. И более того, любой церковный человек понимает, что ни одна молитва его не может быть гарантированно исполнена. Каждая наша молитва, по сути, завершается Господи. Впрочем, воля Твоя, а не моя, да будет. Я обращаюсь к Богу, я понимаю, что на самом деле тот, к кому я обращаюсь, лучше, чем я, знает, что мне нужно. И поэтому я его прошу, да, но я не топаю ножкой. Встань, Господи, передо мной, крис, перед травой, ну-ка, отъявись и выслуши, что я тебе потребую и скажу. Такого же нет. И практика показывает. Да, вот священник повенчал молодую пару. Молитвенно пожелал им мирной долгой жизни, многодетства, многочадия и так далее. Проходит два года, и они развенчались. И любой это знает и понимает, результат не гарантирован, если я сам в этом направлении не буду работать. Но есть интереснейшая особенность, девочки, и это уже для вас. Я вам сейчас расскажу страшную правду про ваших мужиков. Да, да, да. Но вы гарантируете мне безопасность? Да. От их гнева защитите меня? Да. Хотя бы, чтобы я успел покинуть ваше замечательное здание. История такая. Году, так в 2008-м, я изрядно поколесил по Украине. Компания у меня была весьма достойная. Юрий Шевчук, группа ДДТ. И вот мы вместе 20 концертов давали по разным городам Украины. Проект был в честь 1020-летия крещения Киевской Руси. И вот в одном из городков на Западной Украине я заехал вечером в гости к другу, священнику. Ну, мы вместе в семинарии когда-то учились. 20 лет назад, 25 даже. И вот сидим с ним вечерком, бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе сражались они. И этот священник ставит мне такой вопрос. Отец Андрей, вот меня что поражает? Вот когда мы в нашем языке, есть такие словосочетания. Супружеские обеты, верность супружеским обетам, нарушение супружеских обетов. Ведь на самом деле никаких обетов православные супруги не дают. Когда вот венчание происходит в храме, батюшка жениха спрашивает только об одном. Не обещался ли Иси кому? Не обещался ли Иси кому? То есть другой женщине. Я, лично я скажу, всегда недоумеваю, а что будет делать батюшка, если жених честно ему ответит на этот ритуальный вопрос. Я, например, обещался многим женщинам в своей жизни. Мне было три года, я обещал жениться на маме. Причем неоднократно. В старшей группе детского сада, помню, Светка была, тоже обещал мне жениться. В третьем классе Верочку не могу забыть и так далее, да? Ну ладно, хорошо, проехали. Но вот этот батюшка, мой друг на Западной Украине, он говорит так. Я нашел сербскую книгу, и там молитва на венчание длиннее, чем у нас в Русской Церкви. Там священник спрашивает молодоженов, спрашивает жениха, «Обещаешься ли сохранить себя в любви и верности супруге даже до гроба?» И жених должен ответить, «Обещаюсь». Затем спрашивает невесту о том же самом, и она отвечает, «Обещаюсь». Дальше этот батюшка говорит мне, «Поскольку это требник сербской церкви, а я священник русской церкви, я не чувствую себя в праве всех венчать по этому образцу. Но я делаю так, перед началом венчания, за пять минут до начала, я подхожу к жениху, отвожу его в сторону, в уголок храма, отдельно от невесты, и спрашиваю, «Парень, есть два варианта венчания, склятвы и бесклятвы. Ты готов обещать своей невесте, что ты всю жизнь будешь с ней?» Девочки, будьте внимательны. 90% женихов за пять минут до венчания на такой вопрос говорят, «Да ты что, батюшка, с ума сошел?» Нет, конечно. Дальше батюшка продолжает, «Но тех немногих героев, которые готовы венчаться с клятвой, я их записываю в отдельную упоминальную тетрадку. И я в этом городке служу 20 лет, и я вижу следующее. Все те пары, что венчались без клятвы, через два-три года снова свободны. Все те, кто у меня записаны в этой тетрадке, все они живут вместе до сих пор». Нет, не так. Иоанн Златоуст говорит так. Вот представьте себе, царь сидит на трибуне ипподрома. Ну просто конные скачки – это любимый вид спорта Византийской и Римской империи. Царь видит, как скачут колесницы. Скоростные забеги, да? Царь видит движение каждой лошади, движение каждого наездника. Но не царь определяет, кто победит. Хотя он видит все. Точно так же Господь, он все знают. Он знает, что я сделаю в следующую минуту. Кстати, что я сделаю? Вот. Но это я высморкался, а не Господь, понимаете? Это мое действие. До некоторой степени свободное, до некоторой степени вынужденное. Так что из-за того, вот в этом отличие физика от Бога. Физик может предвидеть только то действие, которое неизбежно. То есть при данных условиях химическая реакция произойдет такая-то с такими-то результатами. При такой-то массе, такой-то энергии, такой-то скорости, на таком-то повороте такая-то сила будет воздействовать на ось, на колесо и так далее и тому подобное. Тот, что неизбежно, физик может предвидеть и рассчитать. А свободный поступок свободного человека физик или политолог, социолог, психолог предвидеть не может, если это свободный поступок, а не действие инстинкта, рефлексы и так далее. А вот Бог, в отличие от людей, Он может предвидеть те поступки, которые мы совершаем даже свободно. И поэтому этой нашей свободы Божье знание не отменяет. А богословы отличают так. Есть Божья воля, а есть Божье попущение. Божья воля, когда Господь желает, чтобы вот этот человек вот сделал тот. А попущение, это если я после долгой дискуссии с тобою, скажем, ты мой сын, я тебя уговариваю, пожалуйста, не женись на этой девчонке, это кошмар и так далее, она не та, кем тебе кажется, а ты все равно нет, это моя судьба, моя жизнь и так далее. Что я и в итоге скажу? Хрен с тобой, золотая рыбка. Это не родительское благословение. Это не мечта моя, а к родителям. Это некое попущение. Но точно так же и Господь попускает нам уродовать себя по нашей воле. Но это будет уродство, порожденное нашей свободой. Дурным мы ее используем. Ребятки, видите, как вы меняетесь по ходу нашего общения. Вы уже не так громко смеетесь, когда я сморкаюсь. Возрастает в вас христианская терпимость и понимание. Это замечательный результат духовно-нравственного воспитания. Девчонкам дадим правое слово? Нет, да? У вас так строго, да? Молодцы. Хватило 8 марта на весь год, да? Понятно. Еще в себя не пришли, ясно. Субтитры сделал DimaTorzok тогда, вы знаете, если вы не хотите предложить мне свои тему, нужно я тогда немножко расскажу вам про свое. А свое это следующее. До Пасхи еще почти месяц, но сейчас некая такая середина Великого Поста у церковных людей. И эта неделя называется Крестопоклонная. Поклонение Кресту Христову, почитание его. Как напоминание в середине Поста Пост тяжел, в чем-то надоел, знаете, в чем смысл, да? Вот Пост уже несколько дней длится. Начало, всегда новая перемена, всегда радостная, интересная. Через несколько недель надоедает уже, приедается. И вот поэтому церковь в середине этого пути, когда еще до Пасхи далеко-далеко, а Пост уже тоже долго длится, напоминает о том, почему мы постимся. Это некая наша маленькая жертва в ответ на великую жертву, которую принес нам Бог, Христос. И поэтому я хотел вам рассказать сейчас немного не о религиозном значении Креста, а чисто человеческом. Когда в четвертом столетии христианство стало господствующей религией, государственной религии Римской империи, людей перестали распинать. Вы понимаете, это неприлично, потому что если я христианин, я император, я почитаю Христа распитого на кресте и при этом приказываю вот еще вот того распините преступника, бандита. Людей, да, казнили, это правда, казни были в Римской империи христианской, в Византийской империи, Российской империи казнили, но не распинали. А это означает, что постепенно люди забыли, это хорошо, что забыли. Бывает хорошее забывчивость. Люди забыли, как распинают людей. И только в 20 веке снова это вспомнили, потому что в нацистских концлагерях проводили фашисты медицинские опыты, в том числе по распятию людей. И вели с немецкой дотошностью, вели протоколы, что происходит с распятым человеком. и некоторые результаты, полученные в результате этих страшных опытов, оказались поразительными. Например, оказалось, что человек распитый умирает от удушья. Потому что, когда, ну, мужчины, наверное, это понимают, на кольцах пробовали делать фигуру под названием крест. Это очень болезненное силовое упражнение. Вот, когда человек висит на кресте, то вся сила тяжести приходится на грудной пояс мышц. Гимнаст несколько секунд делает крест на кольцах. Распытый человек, как бы ни было его имя, Иисус, Иуда, как угодно, да, Спартак. Распытый человек часами висит в этой позе. Кровь приливает к этим мышцам груди, и они деревенеют. То есть, мышцы груди не могут расслабиться. Когда мышцы груди напряжены предельно, то в этом случае человеку трудно дышать. То есть, чтобы я вздохнул, я должен расслабить мышцы груди, тогда диафрагма расширяется, отходят ребра от позвоночника, возникает пониженное давление в легких, и воздух засасывается в легкие. Все очень понятно. Но если у меня на груди лежит кирпич, камень, я не могу свободно вздохнуть. Дыхание становится поверхностным. Вот когда человек распыт, железным обручем его собственные мышцы сковывают его грудь. Он дышит поверхностно и постепенно отравляется продуктами своего собственного дыхания. Вторая вещь выяснилась в ходе нацистских опытов. Оказывается, все художники мира были неправы. Потому что на всех иконах, на всех картинах, посвященных распятию Христа, а их этих картины икон тысячи и тысячи, гвозди вбиваются сюда, в ладони. Оказалось, это неправда. Потому что если гвоздь вбить сюда, то под тяжестью тела гвоздь порвет мягкие ткани и мелкие косточки. Здесь же множество маленьких косточек. Поэтому оказалось, гвоздь загонять надо сюда. Здесь большие лучевые кости идут. И вот в этой точке есть так называемый проход Д-100. Через этот проход пучок нервов идет в кисть, чтобы управлять нашими пальцами. И вот сюда вбивается этот гвоздь. Следующая особенность выяснилась. Представьте себе, человек висит на кресте и задыхается. Но задыхаться он может долгими часами. Иногда такая касть длилась несколько дней. А вот в случае описанном в Евангелии палачи торопились, потому что это была пятница. А начиналась суббота. У евреев суббота священный день. Плюс к этому это пасхальная для них суббота, праздничная. И третье. В еврейском календаре день начинается от вечера к утру. То есть если вы сегодня поедете в Израиль, то уже в пятницу после обеда все магазины будут закрыты. Еврейские магазины. Автобусы перестанут ходить. Начинается шаббат. Вот и времена, когда распинали Христа. Понтипилат, умный римский чиновник, наместник Римской империи в этой провинции, он думает как? Все-таки этот Иисус человек достаточно популярный. И если его труп распятый будет висеть на горе над Иерусалимом, это отравит евреям праздник Пасхи. Поэтому хорошо бы казнь завершить до Пасхи. Значит, поэтому Христос и распятые два разбойника с ним, тоже евреи, они должны были быть сняты с креста и похоронены до заката в пятницу. Но для этого они должны умереть побыстрее. Не помните, какой способ был найден для того, чтобы помочь этим людям умереть быстрее? Нет. Приговор-то был четкий распять, а не заколоть. Если нужно было ускорить течение казни распятия, палач ломал ноги распятому человеку. Ударом меча ломались ноги. Дело в том, что когда человек распят, то для того, чтобы дышать, ему нужно ослабить давление на грудь. Единственный способ это сделать, это опереться на те гвозди, которыми пробиты его ноги, выпрямиться и вздохнуть. Ну, я не знаю, как вот показать. Вот если вот эти, вот эту вот ногам распятого человека, вот такой вот палец, вот сюда вовкнут гвоздь, коленка согнута, коленки подогнуты от человека на кресте. И вот если распрямить колени, тогда приподнимается туловище. Это понятно? Значит, для того, чтобы человек не мог приподняться на ногах, распрямить колени, ударом меча перебиваются ноги. И тогда он отравляется гораздо быстрее, за несколько минут после этого. И вот именно это римские стражники сделали с этими двумя разбойниками. но евангелисты подчеркивают, Христу ноги не перебивали. Почему? Потому что видели, он уже умер. В отличие от остальных. И поэтому ног не били. Теперь следующая вещь. Представьте себе, вот Цицерон, теперь вы можете понять слова Цицерона, который сказал, что распятие это самое страшное из казней, которую придумали люди. вот я хочу вздохнуть. Это самая главная потребность человека дышать. Вот если я тону, и я знаю, нельзя открывать рот, но однажды я не выдерживаю, или утопленник не выдерживает, открывает рот, и легкие наполняются водой, это смерть. Или скажем, задымленное помещение, и человек прекрасно знает, что нельзя вдыхать этот горячий воздух с отравленными ядами, но потребность дыхания важнее всего, и однажды он все-таки вдыхает, и до этого конец его жизни отправляется. Вот так и распытый человек. Для него важнее всего вздохнуть, и для этого он готов на любую боль. А боль, вот она пожалуйста. Опираешься на гвозди, которыми пробиты твои ноги, и поднимаешь свое туловище по кресту вверх. Но руки-то тоже пробиты гвоздями. И что происходит? Вот здесь гвоздь. Поднимается тело, и рука начинает вращаться вокруг гвоздя. Чтобы это было понятно, представьте себе, что вас воткнули нож и сказали условия для того, чтобы вас потрясти. И человек для того, чтобы вздохнуть, должен этот нож сам поворачивать свои раны. Но здесь хуже того. Дело в том, что этот гвоздь проходит через пучок нервов, которые он перебил, в проходе до 100. И это гвоздь не современный, лакированный, полированный, блестящий, а кованный, кузнечный гвоздь, трехгранный, античный кузница, с заусеницей. И вот этот гвоздь ты сам поворачиваешь около своих нервов. Вы по опыту почтения стоматолога знаете какая-то дикая боль, когда сверло стоматолога прикоснется к живому нерву вашего зуба. А здесь целый пучок нервов оголен и перебит, и это не сверло, а это вот этот гвоздь вращается вокруг них. То есть человек пытает себя сам за право глотка воздуха. Вот поэтому Засерон называл это самой страшной из всех пыток и казней, что придумали люди. И вот именно эту казнь для себя избирает Христос. Именно избирает, потому что с христианской точки зрения Христос Бог. И он говорит Спонтию Пилату у тебя нет власти меня казнить. Я сам имею власть отдать мою жизнь и вновь принять ее. Про особенности этой пытки я рассказал в частности для того, чтобы даже не очень церковные люди понимали бы, что такое крест. Понимали бы, что не стоит носить крестик в качестве украшения, в качестве бижутерии. Крест это знак страдания. Независимо от того, верите в Христа как Бога или нет, крест это знак страдания. Сотен и тысяч людей в древности. И поэтому носить это как просто украшенницу, заманочку, это нехорошо. Если же вы люди верующие, христианами себя считаете, помните об этом, осеняя себя крестным знаменем или видя распятие в храме или у себя дома. Ну и кроме того, такой рассказ помогает выйти из привычных штампов. Мы привыкли к этим словам. Христос приносит себя в жертву ради людей. Но при этом не переживаем, что это за жертва. Замыливается слух даже верующего человека, прихожанина. И поэтому имеет смысл вспомнить человеческий аспект этого страдания. А вы, уважаемый педагог, за детишек не беспокойтесь, они большие. Я убежден, ни у кого из-за этого бессонной ночи сегодня не будет. А может быть понимание того, что такое крест будет. Может быть после этого кто-то, кто легкомысленно мог бы отнестись к выходкам певички Мадонны, которая распятие себе на сцене засовывала, не скажу куда, в своем эпатаже. Да, может быть этот поступок не будет уже больше восхищать. Христос умер раньше других этих двух разбойников не потому, что он был физически слабее. он физически был очень крепкий мужчина. Подумайте сами. Три года он бомжевал по Палестине. Ходил туда-сюда, не имея постоянного пристанища, сотни километров. Он крепкий человек был. Но просто накануне его уже казнили. Бичевание. Это тоже вид казни. редкий человек мог вынести 40 ударов бичом. Поэтому еврейский закон запрещал наносить больше 40 ударов бичом, потому что считалось, что это все-таки не смертная казнь, а просто наказание. Но учитывая, что палач может ошибиться, когда бьет и считает, поэтому на практике разрешалось наносить 39 ударов. Не более того. До нас дошел удивительный памятник. Называется Туринская плащаница. На Туринской плащанице отпечаток тела Христа, распятого человека. И когда эту ткань, погребальный самон Христа, стали исследовать в середине 20-го столетия, с конца 60-х годов, лучшие технические центры Европы, Америки. Очень много интересных вещей выяснилось, неожиданных. Видно, как наносились удары бичом. Подсчитали даже рост палачей, два человека бичевали по направлениям линии удара. Бичевали, как оказывается. Мы, когда слышим слово наказание бичом, представляем себе сцену из фильма «Неуловимые мстители», когда там атаман лютый наказует казачка Дань на скамейке. Римляне делали не так. Оказывается, в центре площадки перед казармой римских солдат, Лефестротон называется это, место в Иерусалиме, там был вкопан метровой высоты мраморный каменный столб. К этому столбу привязывали ремнем руки казнивого человека. А в полутора где-то метрах от столба в землю было монтировано железное кольцо. И к этому кольцу привязывали тоже ремнем ноги этого человека. То есть, ты стоял вот так вот, как бы, вися в воздухе, опираясь на этот столб, но все твое тело голое было доступно для удара бича. Знаете, если скамейка лежит, и я на скамейке, скамейка защищает мой живот. Моя спина страдает, а живот цел. А вот при этой позиции бич обертывается вокруг всего тела. Бич, которым бичевали вот Христа, согласно Туринской плащанице, оказался треххвостом. И в конец ремня каждого был вязан свинцовый шарик с шипами. То есть палач бьет, бич обертывает тело человека, палач тащит на себя этот бич, и шарик пашет по телу человека, делая такую кровавую борозду, вырывая мясо. Все это довольно, к сожалению, натуралистично показано в фильме Мэла Гибс на страсти Христова. Вот сцена бичевания. Вот это страшная потеря крови, сил. Христос умирает от разрыва сердца. В Евангелии сказано, что когда палач все-таки ударил его копьем, это отдельная история, почему его все-таки ударил, то из раны истекла кровь и вода. Это в Евангелии написано. И для врачей это всегда очень странно, потому что не может кровь течь из раны уже мертвого человека. Если Евангелие говорит, Христос к этой минуте был мертв, то почему из его раны течет кровь? Понятно в чем дело, да? Когда кровь течет, если бьется сердце, если есть артериальное давление, тогда бьющееся сердце выталкивает кровь наружу. Если человек мертв, сердце не работает, давления нет. И при этом при порезе вытечет капля крови, но не более того. А здесь произошло иначе. И только в 20 веке медики поняли в чем дело. Дело в том, что сердце человека защищено сердечной сумкой. И эта сумка наполнена бесцветной жидкостью, называется лимфа. Это абортизационная жидкость. Чтобы сердце в нем билось, не касаясь ребер, других тканей, чтобы не страдало от физического контакта. Когда кровь 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 хлещет в эту околосердечную сумку, и кровь смешивается с этой бесцветной жидкостью. Когда воин нанес удар копьем, попал в сердце, он прорвал эту сумку, и по раневому каналу, он же Христом был распыт, он вверху, воин внизу, снизу носит удар. И под действием силы тяжести, по раневому каналу, эта жидкость лимфатическая, потекла вниз вместе с кровью. Поэтому евангелист совершенно точно описал и стекла, кровь, и вода. Какие еще сюжеты вам рассказать? Ну ладно, ребятки, тогда удачи вам и в учебе здесь, и потом, когда моя жизнь будет зависеть от ваших профессиональных успехов. Как железнодорожники?